Радуйтесь, православные! 24 сентября и на площадке Русской Конописной Школы мы продолжаем проект, посвященный размышлению над святцами Русской Православной Церкви. И сегодня я обещал вам почти детективную и уж всякую ключенческую историю. Ну и вот давайте действительно и начнем. Приводобная Феодора Александрийская и ее муж жили в Александрии. Все у них было хорошо и ничего беды не предвещало, пока один из их соседей не обратил внимания, что Феодора весьма собой хороша и хорошо бы вступить с ней в греховную связь. Для этого, тоже оцените размах, этот любвеобильный сосед нанял женщину-сводницу, которая доверчивая, вот лучше не скажешь, давайте я же сие процитирую, которая ввела в заблуждение доверчивую Феодору, сказав, что грех, совершенный ночью, Бог не вменяет в вину. И, в общем, ночью она мужу-то и изменила. И потом, осознав, что же все-таки произошло, поняла, что жить с этим больше не может. И совесть не давала ей покоя, она отправилась к знакомой игумени. И игуменя, в виде отчаяния молодой женщины, указала на евангельские примеры, что в Евангелии множество грешников были прощены, в том числе, кстати, и блудницы. А уж блудницы нагрешили много больше, чем вот преподобная Феодора, которая однажды мужу изменила. И преподобная Феодора, впечатлившись, решила уйти в монастырь, чтобы очиститься в подвиге и в молитве. Только вот единственный доступный монастырь в местности этой был мужской монастырь. И что же делает преподобная Феодора? Она переодевается в мужской костюм и отправляется туда, в мужской монастырь. Ну, потому что, опять же, муж-то ее будет искать, и помня о том, что она именно на религиозной почве впечатлилась совершенному проступку, скорее всего, будет прочесывать женские монастыри. А вот в мужском монастыре он ее искать не будет. То есть, посмотрите, как все нарочно не придумаешь воистину. И женщина-сводница, которая вот так нагадила в мозг, что если ночью Господь не видит, поэтому не переживай и прозрение, и уход в мужской монастырь, в мужской одежде. Игумен монастыря говорит, мы никого не берем, пожалуйста, покиньте территорию монастыря, не испытываем мы нужды в новых братьях. И преподобная Феодора в мужской одежде также вот остается ночевать у ворот монастыря, потому что крепкое ее намерение, и она сильно просит причислить ее к числу братьев. И, видя такую решимость, Игумен соглашается. И святая подвязалась в монастыре восемь лет. И однажды она была послана в Александрию для покупки хлеба. Ну, опять же, помним, да, что монастырь мужской, она в мужском платье, и, ну, понятно, да, что монахи, они следят за духовной и аскетичной дисциплиной. И, как бы сказать, совместных походов в баню там не практикуются. И никто не понимает, что она женщина. И она отправляется для закупки хлеба для монастыря, и Игумен ей говорит, ну, если ты задержишься, всякое может быть, там и в дороге, и в случае с торговлей, там какие-то препятствия, или там, наоборот, выгодная сделка, но нужно подождать. Поэтому, если за световой день не обернешься, то тогда заночуй вот в другом монастыре, там, Игумена я знаю, я предупрежу, что если что, то мой монах ездил за хлебом, и если вот он постучится перед закатом, то пустите его переночевать. Ну, такая нормальная корпоративная солидарность, если можно сказать. И дальше замечательно, это был Янатский монастырь. Тут опять процитирую житие, потому что, ну, получите удовольствие не от того, как я насвистываю Моцарта, а от самого Моцарта, потому что, вообще-то, на вот эти видео дайджесты мы пишем для того, чтобы привлечь ваше внимание вот к оригинальным трудам. Это всякое интересное. В гостинице Янатского монастыря проживала тогда дочь Игумена, пришедшая навестить отца. Вот тоже замечательнейший город Александрия, человек имел семью, вырастил детей, потом подумал, а уйду-ка я в монастырь, ушел, стал Игуменом монастыря. Ну, был избран братья, я хотел сказать. Тут приезжает дочь, но он же дочь тоже не выставит. И вот в гостинице останавливается дочь Игумена. И она видит Феодору, которая одета монахом, и не может перебороть собственной страсти плотскую. И говорит, что типа, давай, все-таки вот мы тут переспим. Все равно же мы здесь, все равно мы спим, все равно утром мы вернемся к делам. Легкое приключение, ну и как бы и забыли. Преподобная Феодора, конечно, в ужасе отказывается. Феодорус выгоняет из комнаты ту самую вот безымянную дочь Игумена, которая все-таки в себе приключений нашла. И в этой монастырской гостинице дочь Игумена монастыря, вот уж действительно находка для сериального сценариста, умудряется забеременеть. И вот вроде бы, значит, закончили, разошлись. И через некоторое время Игумен замечает, что у дочери растет живот. И поскольку посчитать-то нетрудно, он понимает, что это вот случилось вот у него в монастыре, в его гостинице. Что прекрасно характеризует и Игумена, и монастырь, и братью, и, собственно, вот любимая чадушка, любимую дочуру отца-настоятеля. И эта самая дочь говорит, что отец ребенка вот тот инок, который ездил за хлебом. Идут они к соседнему монастырю мужскому и требуют точной ставки. Игумен призывает Феодора, не Феодору, а Феодора, да, понятно, да, и инок отвечает, что Бог-свидетель, я этого не делал. И к левете Игумен не верит, и ничего не получается. Потом, уже после родов, чтобы, так сказать, воззвать к совести, то есть нажим продолжается, приносит уже младенца. И говорят, вот, отец младенца здесь живет. То есть это вот, ну, сама сцена просто, ну, это же ужас и кошмар, да. Да, значит, роженица с младенцем говорит, вот, пожалуйста, вот, а кто в этом виноват, а вот один из братьев в этом виноват. И вот, что мне теперь сделать с младенцем, кто теперь будет его растить и ставить на ноги. И тут уже подумали, ну, если уж пришла сама и не уходит, и обвиняет, ну, наверное, действительно имело место что-то подобное. И к левете поверили. Значит, младенца вручили преподобной и с бесчестьем выгнали ее из монастыря. И тоже интересный момент, да, то есть это дочка Игумена-то, младенца спихнула и куда-то там растворилась. А преподобная с младенцем в шалаше живет рядом с монастырем. Она там соорудила какое-то вот такое временное пристанище. Ну, Александрия все-таки город Южный, там зимой не замерзнуть. И пастухи из жалости давали молоко младенцу, а сама преподобная питалась дикими травами. Ну, и иноки тоже видели все, что происходило. И стали и группами, и по одному приходить к Игумену и говорить, ну, как-то, может быть, действительно жестковато с братом поступили. Вот он никуда не уходит, намерение его крепко. Мы знаем его как человека добродетельного, может быть, вернешь его в монастырь. Ну, и, в общем, в течение семи лет, семи лет, она жила при вратах монастыря, недалеко от монастыря, так что братья ее видели и общались. Ну, и, наконец, потом получила разрешение вернуться. Два года прожила в затворе, причем, заметим, никто младенца у нее не, как сказать, не пытался этого младенца куда-то пристроить, потому что все-таки младенцу в монастыре не место, тем более в мужском. Вот если в женском еще, да, там, сестры заботятся о сиротах, к примеру, да, то вот в мужском монастыре младенец вот на семь лет живет за воротами. И вот она два года в затворе и с этим младенцем, и, в общем, Господь явил знамение великой святости преподобной, когда случилась засуха, и все источники пересохли, и игумен благословил преподобную Феодору пойти, то есть преподобного Феодора, и зачерпнуть воды из колодца. Она по послушанию пошла к сухому колодцу, опустила ведро, и вот ведро поднялось наполненным, и этот колодец уже не пересыхал, ну, то есть явное чудо, и поняли, что Господь все-таки благословил этого инока, хотя сама Феодора говорила, что нет-нет, чудо совершилось по молитве игумена. И перед смертью, когда уже подходил срок ее отшествия из этой жизни, она преподавала последнее наставление вот этому отроку, младенцу, и потом уже, встав на молитву, в молитве она как раз и умерла. И около, так вот, конца V века все это случилось, и призвал преподобный игумен того монастыря своего коллегу из Янацкого монастыря, вот тот, который бродочь, прогостиницу и все вот это вот, и сказал, что вот все-таки клевета была на его братью, и, как пишет Житие, тоже очень так аккуратно и обтекаемо, и для удостоверения открыл перси преподобный. То есть вот она уже умерла, вот ее готовят к погребению, ну, а на перстный крест, если кому нужно пояснение, это на грубный крест, да, то есть вот он одеждой распахнул, и было понятно, что это не мужской торс. Енацкие игумены и братья содрогнулись от ужаса за свое великое прегрешение, припав к святому телу, за слезами просили прощения у преподобной Феодоры. Известие о святой подвижности дошло до супруга преподобной Феодоры, он принял постриг в монастыре, где спасалась его жена, а отрок, воспитанный преподобный, тоже пошел по стопам своей приемной матери и вследствие стал игуменом этого монастыря. Ну, тут не убавить, не прибавить. Воистину, вот, иногда Господь в своем промысле являет нам такие истории, что остается только возблагодарить, во-первых, за то, что мы видим проявление промысла Божия и имеем возможность благоговеть, как все это происходило. Ну, и с другой стороны, возблагодарить, что вот иной раз обыденная жизнь, когда мы не спасаем мир, не впадаем в какие-то достойные воистину сериала, какие-то коллизии, а вот живем так, как мы живем, вот это же тоже милость Божия. Поэтому на сегодня все. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, будет еще немало интересного. То есть мы всякий раз говорим об интересном, но всякий раз по-разному. И до встречи завтра, когда мы с вами поговорим о преподобном Афанасии Серпуховском. Субтитры создавал DimaTorzok